Эй, он тебя догоняет! Это одно и то же, подожди, это тот же анекдот. Давай тот же. То есть он что-то, да, так как-то... Подожди, это был уже этот анекдот. Да. Блин, клёво, вот это клёво. Привет, я Вадик Углов, и это канал «Импровизация с песнями», где мы сочиняем песни прямо на ходу. А я Дима. И сегодня мы будем искать случайные анекдоты и добивать их песнями. Дима, останови меня, пожалуйста. Анекдот с трёх нот. Стоп. Оазис. Анекдоты про оазис. Окей. Пустыня. В ней маленький такой оазис. Вокруг оазиса по кругу бежит человек, а за ним гонится лев. Тут выходит второй человек из оазиса, смотрит на всё это и кричит первому. Эй, он тебя догоняет! Ещё раз прочитать. Человек бежит вокруг оазиса. Намотал уже он десять миль. Эй, он тебя догоняет! Это лев кажется! Ты беги, беги, а я пока достану гриль. Ну, близко. Не угадал. То есть ты хочешь сказать, что я не угадал? Ну, не, не совсем. Давай ещё... Жаль. Давай немножко намекни. Чуть-чуть. Ну, смотри, он как бы бежит кругами. То есть он как бы бегает. То есть он чувствует себя как бы кем. А, подожди, я понял, хорошо. Может быть, лев тебя догоняет, а может ты его? Ну, интересный вариант. Ну, ладно, не, на самом... Ну, если по кругу тебе... Ну, какая нахрен разница? Правильно? Да! А я ещё знаю, подожди. Окей, давай. Если лев бы догнал копы... Всё бы было стрёмно, но то, что ты описал, похоже, как будто они съели грибы. Потому что, ну, кому? Два чувака у ази с лев бегать, что ли? Ну, на самом деле, как бы он ему отвечает. Ничего, у меня ещё два круга в запасе. Так, это одно и то же. Подожди, это тот же анекдот. Давай тот же. Только поменьше. А, короче. Пустыня, у ней маленький такой оазис. Вокруг оазиса по кругу бежит человек, за ним гонится лев. Тут выходит второй человек из оазиса, смотрит на это всё и кричит первому. Эй, он тебя догоняет. Ничего, у меня два круга в запасе. Подожди, это был уже этот анекдот. Да, я просто... Студент сдаёт экзамен по географии. Отвечает плохо. Профессор, да, молодой человек, теперь я вижу, что у вас в голове пустыня. Может быть, но в каждой пустыне, профессор, есть оазис. И только... Давай. Студент, чтобы подмазаться к профессору, говорит... Это наука жизненна. Если в голове у каждого есть пустыня, то должен быть оазис. А у профессора оазис вот здесь, а вот тут лысина. Ну, близко. То есть он что-то, да, так как-то подобосрал профессора. Ну, не таким способом. Давай, попробуем. Я знал о том, что в голове мозги давно. А он такой, профессор, у тебя там не оазис, а говно. Или не настолько. Ладно, твоя версия смешнее, но... Пробуй, чем что, прости. Чем анекдот. Ну, смотри, он говорит... Намекни, давай схема для тупых. У нас есть такая схема для тупых, когда ты намекаешь прям очень очевидно. Да, типа оазис в голове, а профессор тоже какой-то... Какой-то персонаж в этом оазисе. А, я знаю, я знаю, я знаю! Студент подумал про оазис, любя. Там профессор и это лев, который догоняет тебя. Ну, ладно. Да, ты был близок. А, я знаю. Этот экзамен был очень длин. Профессор был очень хитер. Он был как в оазисе. А желание студента, чтобы тот ему поставил пятер. Блин, клёво, вот это клёво. На самом деле... Еще не так? Нет. Четверт? Тихо. Ну, в каждой пустыне, профессор, есть оазис. Только глупые верблюды его обычно не замечают. Ага. Студентов в электричке послушал. Куда на Новый год думаешь? В Буковель, лыжи, палки. Везет. А я в Сургут, рельсы, шпалы. А у меня субтропики. Остров, белоснежные пески, мохито. Покрытый пальмами оазис. Ну, я должен спеть. Студенты собрались в электричке. Я их подслушивал на скамейку сев. Я курил, достал сигареты и спички. Один из них рассказал, что у него есть остров, на нем оазис. А на нем бегает. Лев. Нет, нет, нет там льва. Хорошо, давай поближе. Лев сожрал бегуна и сдох. Намекнуть. Намекни, да, чуть-чуть. Опять животные. Они едут в электричке, понимаешь? Они бухают водяру, видимо. Очень много бухают. И, видимо, от этого родилась последняя строчка. Какие-то животные, животные какие-то. Животные что-то делают. Когда выпьешь много водки, какие появляются животные? А, я один думал, да, не понял? Сразу. Я думаю, что нет. Хорошо. Я бы пошел купаться в океан, но там очень мелко. Я бы на пальму залез, но там прыгает белка. Вот оно что. А по пальмам белочки стаями скачут. Как в сказке. Дима, спасибо тебе, что пришел. Очень классные получились анекдоты. Спасибо, что пригласил. Приглашай еще. Обязательно. Кирюша, спасибо, что приятно Кирюша, он с нами. Он классный. Да. Вы классный. Студент подумал про Оазис, любя. Там профессор и это лев, который догоняет тебя.